За кадром я Альберт Гаймян, в кадре Маргарита Крикун. Всем, кому интересна предыстория данного сюжета, смотрите, пожалуйста, информацию по ссылкам, указанным в описании к данному видео. А пока я хотел бы узнать о новостях, которые есть у Маргариты. Маргарита, расскажите, пожалуйста, какие у вас новости? Ежедневно мне приходит очень много сообщений. И вот даже сейчас, пока мы разговариваем, мне пришли сообщения о том, что люди ждали своей очереди с обеда. Они приехали к детскоинфекционной больнице на скорой. Их приняли только в 12 часов ночи. То есть вы хотите сказать, что с обеда до полуночи практически на протяжении 10-11 часов их никто не принимал? Никто не принимал, они стояли, ждали в очереди. У детей высоченные температуры. То есть то, что было, когда мы с моим сыном там лежали, ничего сейчас не изменилось. Все продолжается, то же самое. Сейчас я не называю имен этих людей, так как они находятся непосредственно в детскоинфекционной больнице на данный момент, на лечении. Но когда они оттуда выпишутся, они присоединятся к нам. Есть видеодоказательства, есть фотодоказательства, то, что там происходит внутри больницы. Поэтому... Маргарита, вы еще рассказывали о том, что вам звонят еще и пациенты других больниц? Звонят и пациенты других больниц. Также беспорядок в краевой больнице, в ЗИП она называется. Оттуда мне звонили. Больница скорой помощи. Да, больница скорой помощи. Детская больница на постовой, да? Да, да, да. Оттуда еще звонят. Ну, в общем-то, все больницы, которые есть в городе, в принципе, я хочу сказать, что беспорядок везде. Люди жалуются, звонят, присылают фотографии, видят то, что мы всю информацию освещаем, периодически рассказываем. Поэтому хотят к нам присоединиться. Нас уже очень много. Как бы вот присылают видео, фотоматериалы и пишут свои истории. Ну, скажу от себя так, что, в принципе, то расследование, которое мы начали, уже действительно набирает обороты и собирается очень много доказательств тому, что, к сожалению, кубанские врачи, многие, не добросовестно исполняют свои обязанности. Я думаю, что скоро мы сможем все это дело аргументировать. Вот. Спасибо, Маргарита. Понятно.